Приветствую вас. Первое, что хочется сказать, наверное, это то, что, чтобы дать вам ответ, нам нужен вопрос. А вопроса как такового нет. По крайней мере, я его не увидел. То есть, вы не задали вопрос, у вас нет вопросов. Вы просто описали проблему, вы ее озвучили, но вопрос вы не задали, к сожалению. Это первое, что хочется сказать. Второе, вы пишите, что вас задевает такое поведение мужчин, потому что вы им кажетесь легко доступнее. А тут возникает вопрос. Вот, понимаете, да, по какой причине вас это задевает? То есть, к примеру, это мужчины видят вас, допустим, легко доступны? Мужчины, это мужчины вас видят такой, но не вы являетесь такой. То есть, мне кажется, что здесь вот нужно отграничить то, что, то, какой видят вас мужчины в силу, в силу, ну, в силу ряда причин, например. И то, как видите себя вы сами. Это разные вещи. То есть, если мужчины вас считают легко доступны, то вас это никак не дискредитирует на самом деле. На мой взгляд, здесь нужно исследовать все же, как именно вас задевают. Все-таки, то, что, вот, они видят вас легко доступны, как вы говорите. Вот, дальше, чего вы боитесь? То есть, то есть, что плохого в том, что вы привлекаете мужчин сексуально. То есть, что конкретно в этом плохого? Почему вы этого стыдитесь? То есть, какие-то, вот, понимаете, да, какие-то ограничения, они, ну, не совсем понятны, эти ограничения. Ну, у вас. Далее, вы пишите. Боюсь контактировать с парнями. Опять же, от чего конкретно вы боитесь? То есть, вы, по сути, получается, что берете ответственность за то, что они о вас думают. Понятно, что, может быть, и вы как-то себя ведете. Но, нужно проанализировать ваше поведение, понять, почему вы так, вот, такое впечатление производите на мыши. Может быть, делая, например, все в том, что вы боитесь сблизиться с мужчинами. Это очень часто бывает, что, когда человек боится сближения, да, он ведет себя вызывающе, и... Это дает ему право оттолкнуть, ну, партнер от себя. Это, опять же, не точно, да, тут нужно смотреть и разбираться, как вообще обстоят дела, и что происходит. Потому что, ну, вот, на основании только такой информации, мне кажется, не стоит давать каких-то ответов. Серьезных ответов. Дальше. Самое ужасное, это отражается на моих отношениях, когда мой парень начинает как-то намекаться через его счет какие-то сексуальные действия. Я боюсь этого, боюсь показать свое чувство, мне кажется, если я займусь своими любовью, то мне будет ужасно, ну, стыдно. Смотрите, стыд есть, стыд есть, опять же, непринятие себя, да, то есть, стыд есть обвинение на себя, стыд есть... Это, как бы, ну, такая повисция, что вы ориентируетесь на вне, ну, вовне, вы ориентируетесь именно на то, что о вас подумают. Вот. Это, в свою очередь, значит, что вы не уверены в себе. Опять же. Вот. И что мнение окружающих, а людей давлеет над вами. Вот. Это можно корректировать. Если у вас есть желание, это можно подкорректировать, если у вас есть желание. Вот. Можно освободить вас от этих вот страхов, чувства вины и так далее. Вот. Ну, для этого нужно, опять же, убедиться, в чем конкретно ваша проблема. То есть, пока я вижу некоторое... Несколько ханжеское, простите меня за такое слово, да, несколько ханжеское отношение к сексу. И, возможно, страх, как я уже сказал, страх близости, но это, опять же, не точно, да, потому что непонятно наверняка. Вот. И, собственно, один ваш вопрос. Чего вам хочется? Что вы хотите от психолога, потому что так вот не совсем понятно. Да? То есть, можно проанализировать ваше поведение, можно проанализировать ваше поведение машинами, можно проанализировать ваше внутреннее, скажем так, мироощущение, да, чтобы понять, как вы оказываетесь в этой ловушке. Можно рассмотреть ваши отношения к сексу, что тоже очень важно, вот. Ну, потому что от этого зависит будущее ваших отношений, чтобы вы не преувеличивали значение секса, да, но чтобы вы его и не преуменьшали тоже, потому что, ну, понятно, что любой перекос в этом смысле, да, это достаточно негативная история для вас. Вот. В целом, ну, в целом, вот, наверное, примерно так можно вам ответить. Значит, соответственно, нужно больше информации. Вот. Нужно анализ вашего поведения делать. Вот. Ну, а дальше уже можно будет смотреть, дальше уже можно будет смотреть, что и как вам, возможно, здесь порекомендовать будет. Вот. Вот, в принципе, в принципе, так можно вам ответить на ваш вопрос. Обязательно ответьте себе, обязательно ответьте себе, себе сами, то есть спросите себя сами, что такого стыдного будет, если вы займёте сексом, да, тут почему, почему это стыдно, кто, откуда вообще, как вы об этом узнали, да, как вы к этому пришли, вот, это нужно, нужно разобрать. Это прямо обязательно к разбору, вот. И с этого, соответственно, начнётся уже ваша индивидуальная работа. Вот. То есть, ещё раз, чтобы вы правильно понимали, стыд есть обвинение, обвинение себя. Вот. Это, к сожалению, не гибкое смышление. Вот. Это, к сожалению, лишь только деструктив. Но это самое главное, что нужно понять, это то, что это не ваши мысли, а мысли ваших, к примеру, родных. Вот. Вот. Значит, вот так. Вот так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.